Пятая задача варианта. Найти, указав в ответе численное выражение, максимальное количество наборов 127-мерного булевого куба, составляющих код, исправляющий одну ошибку. Ответ обоснования. Итак, у нас есть сообщение длиной 127 бит. Необходимо исправлять в этом сообщении одну ошибку. Знаем, что исправлением одной ошибки занимается алгоритм кодировки Хэмминга. Давайте посмотрим, что он нам даст в этой ситуации. При кодировке кодом Хэмминга, как известно, добавляются контрольные биты. Номера этих битов это степени двойки. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 у нас нет. То есть, если мы должны передавать сообщение длиной 127 бит, то среди этих 127 бит, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 бит обязаны быть контрольные при кодировке кодом Хэмминга, конечно. Стало быть, 120 бит информативные. Стало быть, исходное сообщение, которое мы кодируем, имеет длину 120 бит. Ну, а количество таких сообщений 2 в степени 120. Вот что нам дает метод Хэмминга. Мы можем закодировать 2 в степени 120 сообщений. Возникает вопрос об оптимальности. Ну, а вдруг существует алгоритм, который позволит закодировать с исправлением одной ошибки. Позволит закодировать большее количество сообщений. Давайте посмотрим. Оценим, не задумываясь о качестве, о структуре даже этого алгоритма. Оценим сверху, а сколько мы вообще можем закодировать сообщений при условии, что мы хотим исправлять одну ошибку. На самом деле выяснится, что 2 в степени 120 это максимальное число. Ну, давайте подумаем. Вот, предположим, у нас есть некоторое сообщение Х, состоящее из 127 бит. И некоторое сообщение У. Вот мы их передаем. Если расстояние между этими векторами, расстояние в данном случае имеется в виду расстояние в смысле метрики L1, в смысле вот суммы разности модулей, вот если это расстояние меньше либо равно 2, то никакой алгоритм нам не позволит исправить возможную ошибку. Ну, вот почему? Ну, если Х и У совпадают, вообще вопросов нет. Вот, предположим, У отличается от Х одним битом. Вот представим себе, что мы передаем сообщение Х, и вот в этом самом бите произошла ошибка. А остальные-то биты вообще совпадают с У? Значит, после ошибки и ошибочный бит будет совпадать с У? Ну, потому что у нас всего два значения для бита, 0 или 1. Стало быть, мы получим вектор У на приеме. И теперь мы уже не знаем. И никакой алгоритм нам не скажет, был передан Х или был с ошибкой. Или был передан У без ошибки. Стало быть, Х и У никак не могут отличаться ровно одним битом. Ровно двумя битами они тоже не могут отличаться. Вот представим себе, что у нас эти два вектора отличаются ровно двумя различными битами. Ну, там какой-нибудь бит Х, условно говоря, Х1 и Х2. Ну, не важно, там номера битов, конечно, не важны. Вот мы передаем вектор Х, и представим себе, что произошла ошибка в первом бите, в бите Х1. Он стал равен биту У1. Хорошо. Приняли это сообщение. Теперь передаем сообщение У. И вот представим себе, что все биты передались правильно, а вот У2 как раз был передан ошибочно и стал равен биту Х2. В результате принимаемые сообщения, принятые сообщения будут одинаковые, и мы не сможем сказать, какое сообщение соответствовало передаваемому вектору Х, а какое У. Различить мы их не сможем никаким образом. Вот такая вот тривиальная оценка показывает, что расстояние между передаваемыми сообщениями должно быть как минимум тройка. Что это означает? Ну, это означает, что если мы хотим передавать вектор Х, то ни один из векторов, лежащих в шарике радиуса 1, другой вектор из этого шарика, мы не имеем права включить в список возможных передаваемых сообщений. Более того, если Х и У два таких вот вектора передаваемых, то шарики радиуса 1 не должны пересекаться. Шарики с центром, шар с центром в Хе радиуса 1 и шар с центром в У радиуса 1 пересекаться не должны, потому что расстояние между центрами как минимум тройка. Вот что мы понимаем. Ну, а теперь давайте подумаем, а сколько элементов лежит в шарике радиуса 1? Ну, это очень легко. Центр шарика и все элементы, которые отличаются от центра изменением одного бита. Битов у нас 127, значит еще 127 векторов. Ну, и того 128 векторов. Ну, и поскольку шарики пересекаться не должны, то давайте подумаем, а сколько шариков вообще радиуса 1 возможно? У нас 2 в степени 127 возможных сообщений, то же 127 бит информации. Как мы поняли, в каждом шарике 128 векторов, шарики не пересекаются, поэтому максимально возможное количество шариков 2 в степени 120. И центр каждого шарика это и есть сообщение, которое мы можем посылать, и никакое другое сообщение из шарика мы брать не можем. Замечательно. Таким образом, 2 в степени 120 это оптимальная оценка. Стало быть, это ответ.